Последний русский живописец, кто смог передать солнечный свет. Так о мастерстве Ивана Шульца кричат вырезки из газет. Их сохранил коллекционер и создатель фонда имени художника Вадим Гончаренко. В течение нескольких лет он по крупицам собирает наследие Ивана Федоровича со всех стран. Многие работы живописца растерялись после его эмиграции за границу. Пару полотен сохранила знакомые внучки художника из Нижегородской области. Последние годы жизни дочь Ивана Федоровича Иоанна Жанна и его внучка Татьяна провели здесь, в Нижегородской области, в маленьком городе Красные Баки. Ивана Шульца называют мастером света и реалистического пейзажа. Пушистый снег, прозрачность воды и все оттенки летнего заката художник передает благодаря уникальной технике. Когда мы будем внимательно изучать эту работу, мы увидим большое количество различных, я бы сказал, ядовитых цветов. То есть желтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый. И они действительно придают этот колорит, который вы видите на холсте. Работы мастера не теряются и в темноте. Они обретают собственное сияние. Краски здесь совсем ни при чем. Я просто рисую. Это его слова, но, конечно, здесь, в этих работах, ну, можно просто сказать, это талант, это дар. С восхищением картины художника рассматривает заместитель министра культуры региона Алла Забегалова. Она обходит все залы и обещает вернуться сюда еще раз. Такой был сегодня тяжелый день. Не было никакого настроения. Зашла, увидела первую работу. Она меня просто поразила своим светом. Я не могла от нее оторваться. И все, у меня сразу изменилось настроение. Получила такой, я не знаю, пилюля оптимизма, заряда. Вот это солнце, которое есть в этих работах, оно действительно заряжает. Погреться в лучах искусства нижегородцы смогут до 2 июля. Дальше экспозицию перевезут во Владивосток. Вероника Кузьминова, Илья Васенин, столица Нижний.